поговорим сегодня на очень значимую тему а именно на тему качества нашего мышления насколько мы умеем системно мыслить на самом деле это очень очень большой вопрос дело в том что для всех для нас характерны так называемые когнитивные искажения без исключения это характерно для всех людей то есть что такое когнитивное искажение это мыслительная ошибка когита эргосу мы можем вспомнить рене декарта его знаменитое высказывание которое только что процитировал мыслю следовательно существует то есть когнитивные искажения это мыслительные ошибки это ошибки восприятия при получении какой-то новой информации они характерны для нас для всех более того мы совершаем эти у нас происходят эти мыслительные ошибки мы испытываем эти когнитивные искажения ежедневно но мало кто об этом задумывается мы готовы признать что мы можем допустить какие-то ошибки в нашей письменной речи если мы пишем какому-то человеку письмо мы готовы признать что у нас могут быть ошибки в устной речи например оговорки но почему-то мало кто-то из нас готов признать что мы допускаем мыслительные ошибки обратите внимание на то что читать и писать ну как минимум читайте писать нас вообще-то учили очень долго как минимум в школе то есть нам этот навык прививали много-много лет это обратите внимание на то какое количество ошибок ну например в нашей письменной речи мы постоянно совершаем это при очень мощным полученным навыки отсюда следует вопрос учили ли нас качественно системно мыслить подумайте над этим вопросом на самом деле но некоторые навыки мышления конечно же нам прививали школе как минимум школе или высшей школе в институте в университете но на самом деле для большинства людей системное мышление оно является но практически недоступным навыкам можно можно сказать что хорошо если человек обладает хотя бы зачатками основами системного мышления и повторюсь для всех для нас очень характерно обилие когнитивных искажений то есть мыслительных ошибок и для того чтобы учиться мыслить учиться мыслить системно мы должны понять что при каждом нашем рассуждении каком-то умозаключении в каждом процессе мышления мы должны обязательно на что-то опираться то есть у нашего умозаключения должна быть некоторое как в юриспруденции или как в доказательной медицине у нас должна быть доказательная база собранная доказательная база задайте себе вопрос когда я прихожу какому-то мнению по какому-то поводу это может быть ваше мнение по поводу какой-то ситуации по поводу политической ситуации экономической ситуации ситуации в другой стране это может быть ваше мнение суждения по поводу какого-то человека какой-то личности на что в этих суждениях вы опираетесь что является базой и фундаментом если мы будем правильно понимать на что мы можем действительно опереться что может выступать основанием достаточным основанием для наших суждений то количество наших когнитивных искажений она резко пойдет на убыль и так кратко перечислим какие у нас могут быть опоры в наших умозаключениях по поводу какой-то ситуации или по поводу какого-то человека мы можем опираться на эмоции очень часто люди опираются в своих суждениях умозаключениях что я могу сказать по поводу этого человека что я могу сказать по поводу этой ситуации опираются на какие-то эмоции и когда мы опираемся на эмоции то это недостаточное основание то есть опора на эмоции очень часто приводит может приводить вас не всегда но очень часто может приводить вас к заблуждениям каким-то ошибкам восприятия например это может быть идеализация а может быть наоборот демонизация то есть мы идеализируем какого-то человека или наоборот демонизируем какого-то человека нам кто-то очень сильно не нравится или наоборот кто это очень сильно нравится и соответственно мы приписываем все самые лучшие качества и характеристика именно этой личности или какой-то группе людей может быть допустим но в политике точно для политики это очень характерно. И для личных отношений это очень характерно. То есть эмоции не могут выступать достаточным основанием для рационального дискурса, для действительно подлинного, правильного понимания какого-то явления, какого-то процесса. На что еще мы можем опираться? Мы можем опираться на некоторые домыслы. То есть у нас нету точной входящей информации. А, например, нам кто-то что-то про кого-то сказал. То есть это может быть заблуждение, это может быть ошибочное осуждение, а мы его воспринимаем на веру. Это ошибка. Это классическое когнитивное искажение. То есть мы опираемся на какие-то домыслы, на какие-то допущения. Точной информации у нас на самом деле нет. На что еще мы можем опираться? Мы можем опираться на какие-то психологические выгоды или материальные выгоды. То есть вам психологически выгодно думать о ком-то или о чем-то следующим образом. Но на самом деле это еще не признак истинности, разумеется. Здесь есть некоторые соображения или просто материальные выгоды, или нематериальные выгоды, психологические выгоды. Далее вы можете опираться на какие-то мифы. То есть существуют какие-то устойчивые мифы. Ну например, по поводу какого-то этноса, по поводу какого-то народа у вас может быть некоторое мифологическое представление. Но на самом деле любая генерализация, любое обобщение это уже когнитивное искажение, это уже ошибка. То есть мы с самой первой секунды в своих размышлениях мы уже можем очень сильно ошибаться. И наконец существуют, существуют, разумеется, факты. То есть на самом деле, я их поставил в самый конец, хотя с них, конечно, нужно начинать. На самом деле в своих умозаключениях мы имеем право опираться только на факты. Если у нас нет никаких фактов на руках, мы можем высказывать очень осторожно, очень аккуратно какие-то предположения, допущения, но обязательно с оговоркой «я не знаю» или «я некомпетентен» или «у меня нет фактов на руках». Вот это будет максимально, скажем так, точное описание ситуации. Поэтому единственной основой при вынесении каких-то умозаключений может быть факт, еще раз только факт. Если у нас такого фактажа нет, у нас нет никакой доказательной базы, то мы, собственно говоря, вообще-то не имеем права оперировать этой информацией. К фактам можно причислить так называемые эмоциональные факты. Можно вернуться к нашему первому пункту, к опоре на эмоции. Действительно, если вы объективно можете оценить некоторые эмоциональные факты. Например, признать, что, допустим, в ваших взаимоотношениях с каким-то человеком эмоциональная температура между вами есть такой, вот в психологии отношений есть такой более или менее измеримый параметр, как эмоциональная температура между людьми. И вы чувствуете, что в течение двух или трех месяцев эмоциональная температура между вами, она повышается, она растет. То есть между вами все больше и больше эмоционального тепла и это совершенно очевидно это следует из просто из языка тела из того что вы чувствуете от другого человека то есть эмоциональная температура растет все хорошо все прекрасно это эмоциональный факт то есть да на это можно опереться или наоборот эмоциональная температура в последнее время резко упала это тоже некоторый эмоциональный факт но мы можем приходить каким-то умозаключением только если мы будем по возможности беспристрастно объективно оценивать именно факты пусть даже и эмоциональная разумеется когда мы говорим о фактаже мы должны понимать что существует огромное количество так называемых альтернативных фактов существуют различные конспирологические теории там теории заговора которые предлагают совершенно непроверенные факты какие-то подделки какие-то ложные умозаключения фальшивые системы знания и соответственно мы не можем это воспринимать как факты то есть эти факты они не могут быть какими-то научными способами верифицированы первый признак научного знания это верифицируемость то есть подтверждаемость мы не можем их никак проверить или источники которых озвучивают они они крайне сомнительны поэтому на самом деле когда вы ссылаетесь на какой-то факт вы конечно должны понимать действительно ли это является фактом и так повторюсь темой нашей сегодняшней лекции очень краткой но невообразимо важной является на что мы опираемся наших мыслительных процессах когда мы приходим каким-то умозаключения по поводу какого-то явления по поводу какого-то человека то мы всегда должны опираться на факты не на эмоции потому что когда человек особенно когда человек сверх эмоционален происходит утрата самоконтроля очень часто мне очень часто скажем так по роду своей деятельности просто приходится это наблюдать человек теряет самоконтроль и совершает огромное количество ошибок ошибки происходят поведенческие ошибки ошибки в отношениях эти ошибки происходят в экономике в политике в инвестировании да где угодно эти ошибки происходят почему потому что человеком овладели какие-то эмоции это уже сейчас не он скажем так управляет эмоциями можно сказать что эмоции управляет им точка контроля она утрачена она потеряна и человека охватывает какие-то эмоции сильный гнев или страх или жадность или еще какая-то эмоция и человек совершает какие-то очень существенные ошибки может быть даже непоправимые ошибки немного теряет мы не можем опираться на эмоции то есть если вы даете себе отчет да я сейчас опираюсь на эмоции fail ошибка если вы опираетесь на какие-то мифы вы строите какие-то логические цепочки опираясь на какие-то мифологемы ошибка снова не обязательно но в очень высокой степени скорее всего это будет ошибочным рассуждением когнитивным искажением если вы опираетесь на какую-то свою психологическую выгоду например вам психологически выгодно думать о ком-то например о каком-то политике хорошо или наоборот очень плохо то соответственно вы уже не можете объективно воспринимать информацию потому что перед вашими глазами есть такой вот своеобразный фильтр и вы воспринимаете не действительность воспринимаете реальность которую вы видите сквозь этот психологический фильтр это все равно что надеть на себя допустим розовые очки и видеть всю реальность розовом свете понимаете о чем я говорю или наоборот по поводу как у какого-то политического деятеля какой-то политической платформы надеть на себя допустим черные очки и видеть этих людей этого человека исключительно в темном негативном свете то есть вы не будете воспринимать действительность адекватно у вас будут мощнейшие когнитивные искажения мощнейшие ошибки мышления и восприятия при этом вы будете не объективны мы можем опираться на эмоции и скорее всего это будет это будет приводить нас каким-то мыслительным ошибкам мы можем опираться на психологические выгоды мы можем опираться на какие-то домыслы на какие-то допущения на какую-то чужую абсолютно непроверенную информацию на чужие когнитивные ошибки они обязательно они будут порождением вашего ума вас ими могут просто-напросто накормить скажем тогда другие люди или там средства массовой информации хочется добавить средства массовой дезинформации вы соответственно можете опираться на на какие-то на чужие когнитивные искажения на мифы и мифологемы домыслы и это может вас приводить ежедневно может быть даже ежечасно к очень большому количеству когнитивных искажений поэтому призываю вас задавайте себе вот этот вот вопрос на что я сейчас опираюсь моя опора в чем когда я думаю о чем-то я опираюсь на что я опираюсь на факты и еще проверьте действительно ли это является фактом источник информации кто что можем ли мы доверять этому источнику информации или же вы опираетесь на эмоции на мифы на какие-то домыслы на допуске и скорее всего вы будете приходить каким-то когнитивным искажением который будет влиять на качество вашего мышления задавайте себе этот вопрос и работайте над улучшением качества и вашего мышления будем учиться мыслить всем пока